Коллеги, добрый день еще раз всем. Рад поприветствовать. Меня зовут Наджаб, я сотрудник Фаула Сбербанка, центральный аппарат. Наш центр непосредственно отвечает за разработку, интеграцию, внедрение, развитие исламского финансирования в Сбере. То есть мы непосредственно структурируем продукты, рассчитываем этот бизнес в России и не только в России, но и на международном уровне. И вот коллеги сказали, что мы сегодня расскажем вам немножко об исламском финансировании. В целом я хочу рассказать о трендах, что сейчас происходит, вообще что это такое, где это используется, какой там на него спрос. Начнем с того, что в исламском мире, как вы знаете, оно достаточно активно растет на международном уровне. Только население уже, сейчас вот 24-й год, население рассчитывается на 2 миллиарда человек. К 2050, то есть в 2050 году, это 2.8 миллиарда человек. Вот, это вот что касается численности. Теперь в исламском финансировании... Если вам не сложно, можно микрофон, пожалуйста, выкрутить, если вы... Вы намьете, Нанджав? Вы намьете. Коллеги, мы сейчас Нанджава не слышим, правильно? Мой микрофон кто-то выключил, да. Общее положение исламской экосистемы в мире на 22-й год рассчитывает 4 триллиона долларов. К 26-му году мы планируем 6 триллионов долларов, что прогноз 9% ежегодно. Это по исламскому финансированию, а по исламской экосистеме до 3 триллионов долларов. То есть общая исламская экосистема планируется насчитывать более 8 триллионов долларов к 2027 году. То есть это колоссальный темп роста, если сравнивать с традиционной экономикой. И мы понимаем, что в этом направлении нужно работать, в этом направлении нужно двигаться. Вот что в частности сбили, да. Мы, например, только на момент, как мы запустили 417 федеральный закон, наверняка вы знаете, что в прошлом году, 1 сентября, был подписан 417 федеральный закон, который регулирует партнерское исламское финансирование. То есть в 4 регионах Российской Федерации, в Чечне, в Дагестане, в Татарстане, в Башкортостане официально запущен эксперимент по партнерскому финансированию, где применяются стандарты исламского финансирования и инструменты исламского финансирования. Вот с момента, как мы запустили, мы уже, наш КИП, да, это корпоративный инвестиционный блок Сбера, уже насчитало там 18 миллиардов рублей, только за, так скажем, с момента запуска, там, неделю-две было запросов, но на большие финансирования. И мы это рассматриваем, мы это сейчас в процессе смотрим. До этого закона мы уже реализовали в Сбере, исламское финансирование существует 2016 года. Вот, и на тот момент у нас уже было реализовано 18,3 миллиарда рублей. Дальше у нас на сегодняшний день, с момента запуска, общий объем активов в Сбере достигает почти 900 миллионов рублей, да, почти миллиарда. Это вот за такой небольшой короткий срок, с момента запуска эксперимента. В целом, наверное, я вам расскажу о том, что политическая арена сейчас такая, что мы повернулись с запада на восток, восток сейчас дружелюбен, и в востоке царит в основном ислам и исламское финансирование. Это Иран, Саловская Аравия, Катар, Оман, да, вы знаете, что там есть и банковская система, исламская халяльная, есть и продукты халяльные. Очень много есть коллег, которые хотят выходить из, да, на эти рынки экспортировать свои товары из России. Поэтому все эти аспекты для международных, да, бизнесменов, предпринимателей, которые занимаются экспортом в эти страны или хотят заниматься экспортом в эти страны, очень важно. Тоже там фармакология, той же туриндустрии, да, это тоже очень важно. И, соответственно, знание АЗОВ партнерского финансирования мы считаем необходимым, чтобы чувствовать себя, так скажем, в своей тарелке, да, будем простыми словами, без какого-то там научного терминологии. Можно следующий слайд, пожалуйста, Татьяна? Вот. У нас в Сберии на сегодняшний день реализовано почти 15 продуктов, ну, более 15 продуктов, да, это карта, это текущий счет, это для юридических лиц у нас есть исламский РКО, у нас есть бизнес-карта, банковские гарантии, финансированные застройщики, проектные финансирования. Ну, список вы можете видеть на презентации, в чем, наверное, для вас интересны отличия, да, вот элементарно можно взять текущий счет ОМАНа, это просто обычный текущий счет, который позволяет хранить деньги. Обычные вклады подразумевают начисление процентов, либо обычные счета в любом случае на повседневной основе начисляют 0,01% остатка на остаток. Это запрещено исламским, да, стандартами, это запрещено шариатом. У нас есть такие четыре основных принципа исламского финансирования, да, о котором более детально будут рассказываться в рамках программы, но я вот такой бриф проведу, что это риба, ростовсичество, да, нельзя этим заниматься. Второе – это майсир, где спекуляция запрещена. Третий принцип – это гарар, то есть не должно быть неопределенности ни для кого. И четвертый принцип – это хран, то есть запрещенные виды действий, не заниматься там производством всяких алкогольной продукции, табачной продукции и так далее. Ну, все, что порицает шариат. Вот. Перейдем к следующему слайду. В целом, по законопроекту я вам сказал, да, в этом году мы планируем, там, или до конца этого года будем планировать запуск кредитных продуктов и депозитов. А вот корпоративно, тем не менее, мы уже там запустили продукты. Второй квартал у нас в презентации написано, мы буквально вчера уже запустили продукты, и у нас в Сангайсе тоже будет появляться. Это факторинг мурабаха, это сугубо исламский продукт, который подразумевает покупку-продажу с наценкой в расходчику. Да, детали и так далее этих продуктов, этих дефиниций, которые у нас есть, вы будете получать в рамках нашей программы, где там вам расскажут о принципах этих продуктов, как они работают, как эти инструменты можно применять, для чего их применяют, как их применяют в восточных странах, да, как их применяют в России, там, на опыте Сбера и, там, пару других игроков, которые есть на рынке. Следующий слайд, если можно. Ну, про образовательный курс я вам не буду рассказывать, про это вам расскажу чуть позже Татьяна, про его детали, сколько это длится и так далее. В целом, наверное, стоит затронуть тот момент, что у нас сейчас это в тренде, да, многие банки, там, на новостях даже посмотреть, многие банки сейчас рассматривают возможность интеграции на своей полке продуктов исламского финансирования, это новый клиентский сегмент, это новый клиентский поток, непосредственно, да, 20 миллионов мусульман в России живет, как бы немаленькое количество людей. Более того, для нас, так как закрыты международные рынки, а в исламском финансировании есть инструменты, облигации, суклуки, да, так называемые в исламском мире, которые позволили бы, например, тем же игрокам, кто хочет привлекать инвестиции на международной арене, там, из всех же мусульманских стран, там, с того же Дубая, ну, Арабских Эмиратов, Катара, Омана, там, Саудовская Арабия. Для этого вот такие инструменты интересны, и вот в рамках этой программы более детально можно изучить, как эти инструменты можно использовать, как по ним митигировать риски, как в них инвестировать, как их продавать на вторичном рынке, как вообще они приносят доходность, да, как они гарантируют капитал и так далее и тому подобное. То есть на сегодняшний день уже много, достаточно много таких крупных организаций, которые планируют в России, там, да, выход на Ближний Восток с помощью этих инструментов. То есть одним из инструментов, ну, таких, скажем, в течении исламского финансирования является то, что можно использовать их для привлечения международных инвестиций. Также вот на правительственном уровне этот вопрос также обсуждается. И для этого вам эта программа пригодится, потому что нужно будет опять-таки изучать стандарты, как это правильно структурировать, что они подразумевают, потому что облигации структурируются по разным принципам, разные принципы регулируются по разным правилам. Соответственно, это все необходимо читать, изучать, понимать, да. Я уверен, что у вас будет очень масса вопросов в рамках этой программы, потому что это, ну, конечно, не шестимесячный вопрос, но мы постарались вот в эти шесть месяцев уложиться так, чтобы человек, который вообще никак не связан и вообще не знал про исламское финансирование, понимал и азы, и мог применять эти знания как минимум на уровне, ну, так скажем, начальном уровне финансиста, чтобы они понимали там этику ведения финансов в Бричном Востоке. Вот. Касательно, наверное, шариата, принципов, касательно деталей программы, да, как вообще регулируется исламское финансирование, какое право там, что такое Сунна, что такое Коран, что такое шариат, что такое Айофи, это все мы не будем затрагивать, это как раз таки будут темы нашей программы, да, но в целом, если у вас будут какие-то вопросы вот по сегодняшнему дню, да, вы, может быть, какие-то вопросы по программе, либо по исламскому финансированию, да, да, там, может быть, у вас есть вопросы, которые там, что даст вам, как это, так скажем, правильно выразиться, что вам эта программа даст по итогу, да, то есть вы работаете в какой-то сфере, изучив это, что вы можете получить, то есть, может быть, мы постараемся на эти вопросы ответить правильно, так как мы уже провели более 150 слушателей из разных, абсолютно разных сфер, и каждый из них нашел отражение, каждый из них нашел какой-то, так скажем, нюанс, инструмент, который он может использовать в сфере, в которой он находится, в той отрасли, в которой он находится. Ну и по итогу мы смело можем сказать, что сегодня в Забербан мы строим новую отрасль, новую отрасль исламской экосистемы, в рамках которого мы запускаем продукты финансовые, финансируем разные проекты, и уверены, что к 25-му году, 1 сентября, к тому времени уже эксперимент будет подытоживаться, мы покажем реальный результат, и мы их уже видим, и мы понимаем, что есть в этом большая потребность в России, и эту потребность необходимо удовлетворить. Клиентская человекоцентричность, это все входит в рамки нашей стратегии, и в рамках чего мы интервьюруем все это в Паузбербанк. Я, наверное, на этом остановлюсь и передам слово Татьяне, своей коллеги, которая расскажет более детально про программу, из чего она состоит, кто наши преподаватели, но я с вами, если будут какие-то вопросы, мы будем рады на них ответить. Татьяна? Добрый день! Скажите, пожалуйста, я сейчас тогда открою презентацию, что там она видна, и как бы начну, ее начну. Видно? Видно. О, все, отлично. Спасибо. Итак, ну, Наджав уже сказал, кому эта программа подойдет. В общем, в принципе, у нас очень разные слушатели из разных сфер. Очень много, конечно, у нас слушателей вот из тех четырех республик, на которые, собственно, внедряется этот пилотный федеральный проект, да, федерального закона 417-й, то есть это Дагестан, Чня, Башкирия, Татарстан, но не только, потому что из разных регионов нашей страны к нам приезжают учиться. Те, кто, например, создает какую-то инфраструктуру для этих исламских продуктов, либо планирует ее создать. Соответственно, сотрудники банков очень многие у нас учат, руководители, да, банков, учатся у нас руководители компаний, которые взаимодействуют, сотрудничают с организациями, да, либо хотят инвестировать туда, либо наоборот получать инвестиции, вот, либо, кстати говоря, мы также сейчас активно заинтересованы в обученных, квалифицированных кадрах, поэтому если кому-то хочется дальше вот со Сбербанком сотрудничать, то тоже welcome, вот после этой программы мы активно здесь будем рады привлечению лучших кадров к нам. Вот, программа идет у нас действительно шесть месяцев, там смешанный формат, большинство у нас идет в вебинарном формате курсов, но при этом мы начинаем с очного модуля и очным модулем мы завершаем нашу программу. После программы у нас получают слушатели два сертификата, ну, два, даже не сертификата, это удостоверение о повышении квалификации государственного образца наше, и плюс вы получаете еще сертификат от Global Islamic Financial Services, ГИПС, это компания, которая, которая, собственно, руководит Муфти Исмаил Дисай, он один из ключевых спикеров нашей программы, человек, известный в исламском мире, практик, не только теоретик, да, который хорошо, естественно, знает там тему, но еще и практик, который сам является там и инвестором, и сам активно разрабатывает определенные стандарты, и там Фетвы предоставляет тому же Сберу на исламские продукты, то есть на самом деле человек, который вот прям погружен в эту тему очень сильно. Вот, ключевые темы нашей программы это исламское коммерческое право, соответственно, после первого желчного модуля слушатели начинают знакомиться с самыми ключевыми, простыми, ну от простых к сложным, да, инструментами, да, исламскими финансовыми, далее банковской деятельности, страхование, там таков, и так далее, учет и отчетность для исламских финансовых институтов и рынок капитала и инструменты. Программа включает в себя, то есть начинается она с прохождения нашего электронного курса, специально созданного для этой программы, дальше идет у нас очный модуль в нашем кампусе, после этого вебинарная работа, далее проектная работа очень скоро начинается, и это очень важный элемент обучения, потому что невозможно ничему научиться, если ты это ручками не попробовал. Наши участники обучения сами начинают разрабатывать вот эти вот возможности применения исламских продуктов, они прям готовят это как проект, они защищают это как проект, и хорошо проработав этот проект, они уж точно начинают лучше разбираться со всеми и возможностями, и ограничениями, и там законодательной ситуацией применительно к конкретным исламским продуктам, то есть не про вообще, да, а вот инструменты, с помощью них соответственно продукты составляют бизнес-план, бизнес-план защищают перед нашими экспертами, ну то есть они выходят действительно с знанием как это работает, вот, наши спикеры Муфти Исмаил Дисай, о котором я уже говорила, это эксперт финансов, исламских финансов, вот Муфти проживает в Южной Африке, ну на самом деле он такой очень, как бы это сказать, он у нас ведет вебинары онлайн, бывает в разных странах, естественно, вот, и компания его гибз зарегистрирована в Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, то есть на самом деле в общем там очень мы привлекаем международных спикеров для программы активно. Бехнам Гурбан Заде, это наш руководитель Центра партнерского финансирования и спецпроектов Сбера, человек, который, ну является вот таким ключевым руководителем, запускающим эти продукты в жизнь и понимающим на практике, то есть можно сколько угодно про это говорить, потом ты встречаешься с российским законодательством и ты понимаешь определенные ограничения, возможности и так далее, в общем он про все это хорошо знает и соответственно может про все это рассказать. Хандамир Носрадхужаев, он является, во-первых, руководителем отдела бухучета и отчетности Исламского банка развития, вот, он член совета по финучету в Айофе, ну Айофе вы, наверное, знаете, это вообще крупнейшая международная организация, которая разрабатывает и внедряет стандарты бухучета и аудита, признанная организация, вот, соответственно, вот Хандамир читает у нас целый цикл лекций, и нам в этом отношении очень повезло, это тоже международный спикер, он гражданин Саудовской Аравии. Мадина Калимулина, управляющий партнер Алиф Консалт, Мадина является очень хорошим специалистом, особенно в области бухучета и аудита, потому что это человек, которому было делегировано перевод на русский язык стандартов Айофи, и, собственно, она очень активно эти стандарты внедряла, она тоже практик, у нас вообще все наши преподаватели, они все, все спикеры, они все практики, и в этом их особая ценность, они дают материалы, мало того, что зная отлично весь исторический контекст появления этих инструментов, и теоретическую часть, ну и практическое применение с конкретными примерами, сделками, не знаю, там Хандамир привозит всякие балансы банков, по которым мы разбираем продукты, в общем, это очень практически наполненная часть. Ну, тут вот у меня полный маршрут обучения представлен, ближайшая программа стартует 22 июля, дальше в августе, 10-11 августа у нас пройдет почный модуль в нашем Сбер-университете, после этого начинается процесс обучения, который у нас где-то, наверное, с октября дополняется проектной деятельностью участников, то есть участники у нас в группах уже начинают конкретно работать над одним из проектов по внедрению, по работе инструментов исламского финансирования. Вот. Каждая часть нас сопровождается тестированием и в феврале 25-го года, то есть через 6 месяцев мы встречаемся с нашими слушателями на аттестации. Вот. Аттестация включает в себя тестирование и защиту проектов. Программа, с одной стороны, она так сбалансирована, устроена, чтобы она не требовала ну какого-то прям очень, ну скажем так, очень большого количества часов в неделю, да, которые бы вы ей уделяли, вот, поэтому у нас вебинары проходят еженедельно. Но тем не менее, она требует постоянного погружения, знаете, как английский язык, то есть надо просто постоянно, регулярно читать, учить, проходить тестирование и работать в группах со своими со учениками, чтобы подготовить хорошие проекты. Самые лучшие проекты мы поощряем, у нас есть свои там мотивирующие элементы этой программы, то есть у нас самые активные слушатели и самый лучший проект получают определенные призы, какие мы утаим. Вот. Ну и, собственно, стоимость этой программы на настоящий момент составляет 390 тысяч рублей, мы планируем ее в будущем повышать, поэтому вот рекомендуем успеть в этот поезд, потому что это у нас последний такой последний поток, когда стоимость равна 390 тысяч. Ну, а Валентин является нашим партнером, нашим ключевым окном входа для всех, кто на данную программу записывается и хочет дальше с нами продолжать учиться. Далее я хотела еще сказать, что после того, как программа у нас заканчивается, у нас есть сообщество выпускников, мы продолжаем встречаться, у нас есть группы, в которых продолжается активный обмен опытом, обмен какими-то интересными идеями, событиями, мы встречаемся там на ежегодном исламском форуме, продолжаем сотрудничать, продолжаем общаться и делиться всем, что происходит в мире исламских финансов, то есть эта программа, это такое, как это сказать, формирование амбассадоров этой темы, потому что тема, правда, сейчас очень бурно развивается, и я могу от себя уже сказать, сейчас тогда давайте я посмотрю на вас, закрою демонстрацию, могу сказать, что если, например, мы когда собирали первую нашу группу, то темы, которые у нас обсуждались на первом очном модуле, это были про то, а вообще где это применимо или не применимо эти исламские финансы, и кто может быть пользователем этих исламских продуктов, то вот уже третий модуль, то есть таких вопросов не вызывает вообще, обсуждение у нас прям сразу начинается с того, где лучше это сделать, как лучше это применяется, какие есть возможности для законодательства, что, где, как работает, как можно применить, то есть уже вопрос в принципиальной применимости и целесообразности исламских продуктов, он просто решен, слушателями, которые к нам приходят автоматически, и мы обсуждаем способы, формы и оптимальность этого. Вот, тема, правда, активно развивающаяся, и приглашаем вас присоединиться к нашему клубу амбассадоров, к нашу программу. Вот, вопросы? Татьяна, у нас были вопросы в чате, давайте, может быть, мы на них сейчас ответим, Наджав тоже с нами, я могу зачитать. Первый вопрос у нас был, есть ли варианты решения проблемы с международными платежами, в частности, в Китае, используя исламское финансирование? Да, есть уже система Хавала, которая сейчас пользуется тем же Ираном, она продукт называется Хавала. Детали расскажет как раз Гурбанзад в рамках обучающей программы. Да, Наджав, спасибо большое, у нас есть еще вопрос, даже три, может ли застройщик субсидировать ставку по рассрочке? Как понять этот вопрос, может ли застройщик субсидировать? Ну, застройщик сам обращается, если не ошибаюсь, по закону, когда застройщик кто-либо строит, он сам обращается к государству и получает субсидировать. имеется иметь ввиду по рассрочке по какой рассрочке, то есть если исламские финансовые инструменты будут использоваться, то сейчас соответствующие законодательные акты вводятся в оборот, так скажем. Какие условия доверительного управления финансами? Смотрите, если вы как клиент хотите физическое лицо отдать деньги банку, чтобы он управлял, то вам необходимо будет зайти на сайт банка, там прям есть все детали, какие условия, какая комиссия, куда можно вкладывать, куда нигде вкладывать, потому что есть ограниченное, есть неограниченное доверительное управление, тут как бы детали нужно рассказывать и там более детально вам скажут, чьи средства привлечены, откуда данные средства для предоставления продукта муравыха. То есть средства у нас, как мы сказали, есть клиентские средства пассивы, которые направляются на эти муравыха. Да, у нас еще есть несколько вопросов. Да, я могу следующий зачитать, он ко мне скорее. Можно ли участие в очном модуле в формате онлайн? В принципе, можно, мы записываем очный модуль целиком, и запись будет вам доступна. Ну, лучше, конечно, все-таки приехать, но бывают у нас такие случаи, когда у нас участвуют слушатели в формате онлайн. Это не критично. Татьяна, можно я добавлю, наверное, это, наверное, будут исключительные случаи, все-таки мы ждем вас в очном формате, да, и тут часто задаются вопросы, если участие в онлайн будет ли снижена стоимость. К большому сожалению стоимость не будет снижена, да, и мы вас приглашаем в наш чудесный кампус для того, чтобы воочию прочувствовать место вдохновения и силы. Так, я вижу, там еще вопрос, но не скорее для Нанджафа, наверное. Книги? Ну, из книг, наверное, можете прочитать книжку Журавлева, вот, а так все книги в основном на английском, Бекина, Рината, а из законодательных актов это 417-й федеральный закон. Вот, приведите, пожалуйста, пример использования исламских ИС в ВЭД, есть ли подобные сделки с российскими контрагентами? Видите, пожалуйста, пример использования исламских средств. Исламские финансы, 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 да, потом. Мне кажется, если исламские средства имеются в виду ВЭД, есть ли подобные сделки с российскими контрагентами, исламских финансов. Поэтому сказали, я не могу раскрывать сейчас детали, но я могу сказать, что с Ираном как бы есть сделки, которые проходят по именно бэдовские сделки, которые проходят по стандартам. Санкт-Петербург, Также у Марии какие законодательные акты регулировать исламской финансировки? Как я рассказывал, 417 федеральный закон. да. Да. И еще вопросы будут? Да, что-то пока вопросов больше невидимые. Простите, а можно вопрос задать? Да. Подскажите, пожалуйста, ну вот в свете того, что Сбер, к сожалению, попал в СДН лист, каким образом вот осуществляются партнерские отношения, реализуются программы с внешним миром, Сбербанк, вот в свете того, что банки могут, ну, исламские банки могут также опасаться того, что они также могут оказаться предметом вторичных санкций? И как вот это все обходится Сбербанком? Хотя действительно, это очень актуальная, интересная тема, исламская финансирование для света того, что сейчас у нас происходит. Спасибо. Спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Правда, Сбербанк находится в оздоровлении, но есть аффилированные, не аффилированные компании. К сожалению, детали сейчас на публику я раскрыть не могу, опять-таки, но есть инструменты, через которые митигируется данный риск. Напрямую Сбербанк на международных сделках не участвует.